Очень скользкая тема опять у меня на канале, кто-то из подписчиков мне задал вопрос, и я решил все-таки ответить видеосюжетом. Напоминаю, кстати, как только 5000 наберется, будут специальные видеосюжеты с разбором всех ваших вопросов в комментариях, то есть я буду более объемно отвечать на них. Соответственно, в чем суть? Такой тема раннего секса и тема позднего секса. То есть возник вопрос, во сколько же лет лучше заниматься сексом? И тема скользкая. Если меня смотрят юристы, напишите мне, как сейчас. Не занимался юридическим вопросом, не стал это гуглить, так как канал у меня не юридический, и мне вообще интересны юридические аспекты. Я думаю, что там профессионалы какие-то есть, которые лучше меня это сделают. Так что напишите мне в комментариях, как там у нас по законодательству, насколько у меня раньше была информация. Возраст сексуального согласия у нас был 16 лет. Ну, имеется в виду, когда, соответственно, как вот эти два года до совершеннолетия, девушка там, ну, наверное, и парень могут согласиться на секс с кем-либо. Вот. И как бы, вроде как, с точки зрения законодательства, там уже за это никого наказывать не будут. Чисто теоретически. Как практически это выглядит? Потому что, конечно же, у всех назревает вопрос о том, во сколько лет нужно заниматься сексом. Это очень такая нещепетильная грань, и здесь нужно понимать, соответственно, какой тип личности у ребенка, и какие здесь могут быть подводные камни. И давайте начнем с тревожных людей, и мальчиков, и девочек это касается. Смотрите, если у вас тревожный тип личности, то вам будет, ну, если там не появится, конечно, мы, то есть не будем обсуждать, как там какие-то извращенцы склоняют, да, к сексуальному контакту. Там в норме, там со своими сверстниками это все происходит, да. То есть вот тема подросткового секса такая, значит, вот подросток, ну, допустим, 16 лет, если тревожный, то, как правило, ему сложно начать, или ШИЗО идут там тоже, сложно начать половую жизнь. Если какие-то обстоятельства, так скажем, сами, то есть кто-то извне прям так не форсировал эту ситуацию. Однако, соответственно, если это какой-то экстравертированный психотип, там, гипертим, мужчина или женщина, неважно, если это истероид, то, как правило, вот здесь мы имеем в виду ранний подростковый секс. И в чем смысл? Если вы видите, что, соответственно, ваш психотип гипертимный, истероидный, и, ну, здесь, наверное, стоит подождать. Потому что для того, чтобы принять обдуманное решение, да, и так далее, ну, опять же, подождать, я имею в виду, не начинать такую раннюю половую жизнь, по крайней мере, даже 16 лет. Потому что созревание, так скажем, более глубокое понимание окружающего мира из-за невозможности фиксации на, глубокой фиксации, как у интроверта, да, допустим, у гипертима, не позволяет ему делать какой-то адекватный выбор в сторону партнера. И в результате может получиться, что там секс был незащищенный, какие-то проблемы из этого выйдут, потому что это же не просто вот механический акт, это всегда есть взаимоотношения с какими-то людьми тоже, поэтому гипертимам и, допустим, истероидам, особенно девочкам-истеричкам, конечно, лучше не торопиться извешенно принимать свои решения, относясь к этому. То есть, как говорится, 7 раз отмей, 1 раз отрежь. И совершенно другая ситуация с шизоидами, с тревожными, с эмотивами очень часто бывает. В общем, пока они думают, у нас возникают люди, у кого и после даже бывает 25 лет не было полового контакта. И это проблема, это проблема прям серьезная, потому что, ну, вы сами понимаете, если после 25 лет не было вообще никакого сексуального опыта у человека, то, соответственно, конечно же, тоже это приводит к различным не только психологическим нарушениям, но и, соответственно, физиологическим уже нарушениям. То есть, после 20 лет и мальчик, и девочка вполне желательно, чтобы у них был один партнер, хотя бы, ну, просто какой-то там партнер один, который тоже не вступает там ни с кем в половую связь, ну, чтобы там профилактика за ПП была. И, соответственно, как бы, они просто для здоровья ввели какую-то маломайскую социальную активность. Потому что, к сожалению, особенно вот у шизоидов это встречается, они в какой-то момент могут замкнуться в себе или у тревожного человека они замыкаются в себе, не умеют находить какие-то контакты, и половая жизнь останавливается. Вы хотели узнать, раз смотрите это видео, во сколько же лет лучше всего заниматься там, начинать с сексом? Мое мнение, как врача, здесь будет неоднозначным. То есть, здесь не может быть, вот понимаете, какого-то универсального ответа. Я бы сказал так, сексом нужно заниматься, когда, соответственно, организм достиг полноценного полового развития. Есть различные на это методики на определение этих вещей. Ну, конечно, в первую очередь имеется в виду гормональное развитие и доразвитие самих половых органов. Как полностью половые органы доразвились, у девочек там вся эта история с менструацией и так далее. Как полностью у мальчика все половые органы созрели, психика. Ну, в принципе, они вполне могут заниматься сексом. Ну, история неоднозначная, нужно учитывать очень много партерных, да, которые мы не можем учитывать, особенно психологических. Поэтому моя рекомендация, что, на мой взгляд, какой-то первый опыт они уже могут получать, ну, если не 16, то 17-18 лет. Потому что, как только общество у нас гиперболизирует сейчас сексуальность, и как только у них, соответственно, они уже прошли стадию сексуального развития, ну, психологическую, то есть понимаете, да, у девочки там появляется менструация, у мальчика появляется какая-то первая эрекция, у них начинается какое-то, ну, психологическое развитие сексуальное, да, вообще, они начинают себя там, ну, в каком-то смысле сексуально изучать, да. И тут нужно понять, что если они так долго себя произучают, у них уже там формироваться начнет без партнера, какие-то другие там девиации, еще что-то. Поэтому в избежание подобных вещей 17-18 лет вполне себе нормальная ситуация, но могут быть и исключения. И, ну, для какой-то единицы, одной из миллионов, может быть, войдет и во благо ранний опыт в 15 лет, допустим, да. Но думаю, что для большинства это, конечно, 17-18 лет. Дальше уже они достигают совершеннолетия, и это как такой порог, да, они перешагивают во взрослую жизнь, и там уже другие социальные вещи, они должны не просто там иметь опыт секса, а уже у нас там с 19-20 лет люди какие-то первых себя отношения, кто-то даже жить вместе начинает, пробует. Поэтому я думаю, что ничего страшного, если в 17-18 лет это дело произойдет. Вот, потому что опыт, опыт, дорогие друзья. Это и опыт в контрацепции, это какие-то ответственные тоже начинаются. Понимаете, ну, сколько можно читать о том, как водить машину? Нужно рано или поздно в нее садиться и, так скажем, нажимать на газ. Поэтому, соответственно, здесь важно, даже еще бы я сказал, не столько задумываться о том, во сколько, а задумываться о том, когда и с кем. Потому что у меня были случаи, ну, достаточно, там, 21 год был девочке, на практике мы ее видели. Она сама была достаточно неопытной, первый секс у нее как раз был 21, ее с этим мы привезли. И молодой человек, ну, был, видимо, который с ней спал достаточно неопытно. Видите, все легально, да? Вот. Однако, соответственно, ну, то есть они где-то погодки там были. Причина была какая, ну, вот, у него, короче, у них все это первый раз вдвоем случалось. У него не туда залетел, и все не там, где надо, порвали. Вот. Поэтому, соответственно, как бы давайте какую-то среднюю выбирать. И законодательство, вот это вот средняя какая-то величина, ну, пускай там даже 18 лет, но не позже, да, выбрано. И, на мой взгляд, это достаточно неплохо, неплохо сделано. Но, однако, скажу, что все равно в каждой ситуации могут быть исключения. И очень часто на практике видели мы там, по крайней мере, обсуждали эти случаи, когда девочек приводят, да, там, из деревень приводят. И они уже в 13-12 лет начинали половую жизнь. Там есть в деревнях у нас в России случаи, когда они детей уже имеют, там никто не разбирается. Там настолько лухие деревня. У меня приятель фельдшером полжизни там отработал по всяким этим деревням. Ну, как бы в прикол у человека в таких местах работать, там, всякие, чуть ли не себе. Поэтому там, понимаете, как бы ситуации разные, и, возможно, в их условиях, с их, там, люди чуть ли не отдельными, там, племенами живут. Он там рассказывал, встречал реально там каких-то, какое-то поселение, которое было, значит, как это, многоязычество. Нет, языческим богам каким-то поклонялось, вот. И, соответственно, для них приемлемый ранний секс. И у них там уже в 18 лет она там с двумя детьми ходит. В обычном социуме для нас что является, где у нас прописаны, по крайней мере, все рамки? Это в законодательстве, да, и медицина, она в свое время влияла и влияет сильно на построение законодательства. Поэтому здесь, если говорить вот не о племени, каком-то вот индивидуальных каких-то нюансах, то здесь все будет как вот в УК РФ, грубо говоря. Так что вот, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и да пребудет с вами здоровье! А я вас жду на своих консультациях онлайн, а также подписывайтесь на мой инстаграм. Счастья вам!